Как можно понять, что человек хороший, скажите? Вы не идёте на лекцию по экономическому воспитанию? В танце раскрывается твое настоящее «Я». За это тоже мы расплатимся. Но, мистер Пресс, вы познакомились, здравствуйте, с мисс Уотсон, верно? Да, можно и так сказать. Да, мы уже договорились про то, что нас в обе стороны отвезут и подождут, пока мы не закончим все наши тела. О, прекрасно. И у вас хватит денег, мисс Уотсон? Да, всё в порядке, не переживайте. Значит, завтра я вам принесу наличными. Что ж, чудесно. Спасибо, мистер Пресс, вы хороший человек. Я делаю это ради денег, ну ладно. Ну, вы могли бы попросить больше денег. Это, кстати, не... Нет, а я думал, вы бы знаете, сколько попросил. Я знаю, сколько он попросил. Откуда вы знаете, что там немного. Ну, нет, сколько бы там ни было, можно бы попросить ещё больше, верно? Ну, мистер Пресс деловой человек, и он, скорее всего, понимает, что слишком завышенная цена только отпугнёт... Я просто сделал комплимент человеку, господи. Вы хороший человек, и вы хороший долг. Пойдёмте. Мистер Фарадей, вы очень любезны. Да, спасибо, мистер Пресс, до завтра. Хорошего дня, мистер Пресс. Нельзя уже сказать, нас у человека просто так и хорошим. Что же за время такое пошло? Ну, мистер Фарадей, вы хороший человек. Я... нет... Вы как смеете... Вы не хороший человек? Не знаю. Как можно понять, что человек хороший, скажите? Ну... Не знаю. Наверное, он не пытается никого ограбить, не пытается никого убить и не пытается обманывать. А если человек ведёт праведную жизнь, а потом оступился один раз, это делает его плохим или нет? Или... и остаётся ли он хорошим при этом? Ну, если он оступился один раз, и он понимает это и раскаивается, он всё ещё остаётся хорошим человеком, который всего лишь оступился. А вот если он воспринимает зло как нормальную вещь, тогда он уже плохой человек. Если вы сейчас спросите, а что такое зло и где заканчиваются эти понятия... Нет. Хотите бурбона? Да. Вот, можете пойти в салон и забрать свою бутылку. Спасибо. Но если человек, когда совершает... Ведя хороший образ жизни, он совершает плохую вещь, и он совершает это потому, что это у него злой умысл, был ли он хорошим до этого? Если без злого умысла, я считаю, что да, он хороший. А если он до этого ничего плохого не делал? Как только в его мыслях зло становится нормальным делом, он становится плохим человеком. То есть, получается, за мыслью, если человек делает хорошие вещи, но в мыслях он думает о плохих вещах, то он уже плохой? Нет. Если он думает и делает плохие вещи... Сложно. Всё сложно, мисс Ватсон. Возьмите бурбон. Пойду возьму бурбон, да, спасибо. Значит, завтра я сегодня... С кем успели познакомиться в городе? Да, практически ни с кем. Вот познакомилась с читой Келли и читой Мальборо. Так, чита Мальборо? Ну, отец и дочь. А, да. Вот можем, кстати, их взять с собой. Они хорошие... Я не против. Чем больше людей, тем безопаснее. Да, да. Все расходы я покрою. Главное мне... Тем более, чем больше людей, тем быстрее мы сможем опросить людей в городе. Верно, верно. Нам бы побольше фотографий вот этих вот, ну ладно. Ну, думаю, такого эксцентричного джентльмена, как мистер Восп. Ну да, у нас тем более ими есть его, да. Да, думаю, мы найдём быстро. Да, хорошо. Что ж, может, ещё увидимся сегодня. Согласен. Вам тоже. Здравствуйте. Здравствуйте, мистер. Вы... Мы с вами виделись, да, уже? Думаю, да. А вы не идёте на лекцию по экономическому воспитанию? Я даже не слышала о такой лекции. А, пойдёмте, я вас провожу. Она должна быть в беседке рядом с кинотеатром. Благодарю вас. Вы давно в городе? Как вас зовут... Прошу прощения, меня зовут Фрада, я вас. Меня Эстер. Эстер Маквин. О, мисс Маквин. Давно в городе? Не особо. Пару дней всего. О, понятно, понятно. А вы чем занимаетесь? Ну, вот как раз хотела устроиться на работу в салон и ждала хозяйку. А, мим... Сказали, что сегодня она прибывает. Вот она, кстати, сидит в жёлтом платье. И в чёртом корсете. Это она. Поэтому можете рядом с ней постоять, послушать, а потом сказать, миссис Клауд, я хочу работать. И всё. Я не знаю, как это делается, я никогда в жизни не работал, я просто пью. Если у вас будет лишний бурбон, угостите меня, Фраде, не забудьте, я помог вам устроиться на работу. Хорошо. Я думаю, что вам более чем понять. Следующий совет. Вам необходимо развить своё терпение. Я считаю, что наихудший инвестор тот, кто является нетерпеливым. В случаях, когда вы отдаёте всё, дабы заполучить мелкую прибыль, но при этом упускаете более выгодное предложение. Примером из жизни может стать рыбалка. Каждый, когда когда-нибудь ловил рыбу, может меня понять. Потянув хороший улов, вы можете упустить момент проплывающего... Да, это новый игрок. Маквинн это новый игрок. А иногда леска может оборваться и вы остаться вовсе без еды или денег на существование. Следующим и очень важным советом я могу вам представить такой совет, как имя. Имя есть у каждого из нас. Имя надо дать и бренду, который вы представляете. Вы должны понимать, что человек, который, проходя мимо, не представился, для вас неизвестен. Он вам не запоминается. Вы не хотите прийти и поговорить с ним в будущем. Вы хотите общаться только с тем, чье имя вы знаете и хорошо помните. Как, например, с банком. Вспоминая банк, вы вспоминаете мою фамилию, как я думаю. И последний и самый главный совет. Будьте настойчивым. Именно настойчивость – это то качество, которое позволяет людям двигаться и добиваться успеха. Если вы садитесь, то никогда не вырастите. Оставаться верным своему плану. В бизнесе вы должны решать вопросы незаведомо от того, насколько трудно это бывает. У людей, которые сдались, один выход – начать заново и предпринять еще одну попытку. А те, кто не хочет предпринять еще одну попытку, обычно остается так же, как я и сказал. На обочине истории он не обладает никакими средствами, влиянием или чем-то еще. Все вот эти законы – это база для того, чтобы добиться каких-либо успехов в бизнесе. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете их задать, я обязательно отвечу. Мистер Галян, а как понять, во что вкладывать деньги, а во что не стоит? Отличный вопрос, мистер Парадей. Здесь работает одно правило – это чутье. Хороший бизнесмен тот, кто чувствует то, что принесет ему денег. Знаете, я бы, наверное, сравнил это. Да, хорошее сравнение будет, наверное. Я когда-то был в Англии. И там были специально выведены породы свиней, которые рыскали в поисках труфелей. Так же и экономист. Он должен чутко чувствовать тот запах, откуда издаются деньги. Понимаете? Если универсальных каких-то советов я на это вам не смогу дать, поскольку ситуации везде разные. Везде экономическое поле отличается от другого. Если, например, во Франции я действовал по одному принципу, то в Америке мне приходится действовать иначе. И, наверное, единственный практический принцип, который вы сможете применить каждый. Я, наверное, скажу о том, что можно вкладывать во все понемногу. Если вы считаете, что у вас есть средства, что это люди, которые вам озвучили, могут внести хоть какие-то плоды, вы можете внести туда небольшую сумму, оставить на потом. И другую сумму оставшуюся у вас инвестируйте в что-то другое, если у вас есть несколько предложений. У меня есть вопрос, мистер Гуляна. Да, мистер Киггерс. Если бы я хотел открыть школу танцев свою, как мне быть уверенным, что я смогу отбить те деньги, которые вложу в ее создание, и еще и выйти в плюс? Как мне вот это просчитать, этот момент? Или это тоже надо прочувствовать? Что на меня смотрит? Смотрите, соответственно, для того, чтобы подпринять какой-либо шаг вперед в создании своей бизнес-империи, необходимо исследовать поле, где вы собираетесь строить свою школу танцев. То есть вы должны, соответственно, проанализировать рынок спроса и предложения. Самым важным вы должны понять, является ли это... Экономист это свинья. ...нужно и необходимо для обычных граждан умениям, навыкам. Готовы ли они нести деньги в вашу школу? Вы должны понять, сколько людей готовы учиться танцам, насколько они, так скажем, успешны и с какими средствами обладают. Как я уже приводил в пример, если вас не было, есть теория Паро. Она говорит о том, что 80% нашей деятельности в принципе неэффективны, и лишь 20% приносят какие-то плоды. Также его исследование доказало то, что примерно такой же процент людей приносят денег компаний. Урод, спасибо, спасибо. То есть общая масса... А ты чего так рано? ...и лишь 20 из них приносят основной доход вашей фирмы. Понимаете? Ужас. На самом деле это хорошая статистика, даже очень, поскольку все люди не могут принести вам огромных денег. Мы все-таки... Каждый человек обладает разными качествами, навыками, характеристиками и так далее. Он не может... Каждый человек не может зарабатывать огромных денег, и тем более инвестировать. Иначе бы тогда у нас не было бы разделения на богатых и бедных. Еще вопросы? Куда вы посоветуете вложить деньги? Куда я посоветую вложить деньги? Знаете, вопрос, с одной стороны, хороший, но с другой стороны, я не могу на него дать ответ, поскольку если я считаю, что куда-то надо вложиться, я туда вложился, сами понимаете. Соответственно, если это дело прогорит, вы потеряете, скорее всего, больше, чем потеряю я, потому что у меня средства есть еще и на другие инвестиции. Я бы вам советовал всегда инвестировать в банковское дело, не обязательно в мой банк, это не реклама моей деятельности, но облигационные счета весьма прибыльное дело для любого американца. Если вы обладаете суммой больше 100 долларов, вы можете купить облигацию, прибыль, прибыль, так скажем, достигнет вас. Понял, спасибо. У меня еще есть вопрос, мастер Галяна. Вот я в газете читал, что вот есть, поймали некоторых вот жуликов, которые, и они все, например, вкладывали во что-то, да, и вместе с ними, ну, агитировали людей туда вкладывать. И потом как-то они там что-то делали, и резко выводили деньги, и люди деньги теряли, получается. Вот эта, ну, группа их получала. Это вот, это вообще вот, скажите, сейчас уже вот, это реалистичная ситуация, или уже люди стали понимать, что, ну... Да, хороший вопрос, мистер Кингерс. Я как раз-таки для чего вообще лекция по экономическому становлению людей проведена? Я считаю, и я думаю, каждый из вас замечает, что экономически наш город регрессирует, и покупательная способность каждого из нас не растет теми темпами, как растет в других северных штатах. И я считаю, что это основная проблема экономического развития, экономического образования в нашем штате. Именно поэтому я провел лекцию, где для людей, которые смыслят в бизнесе, это простые и простейшие догматы, строение бизнеса, но для людей, которые... Догматы. Это что? Вы Библию не читали? Ну, так, скользко. Это плохо. Догматы, это утверждения, которые не требуют доказательства и опровержения. С ними нельзя спорить. А, факты. Ну да, с фактами можно спорить, а с догматами нет. Понял, простите, что перебил. Соответственно, в случае, который вы привели, они еще, в принципе, наверное, имеют место быть и в современном мире в том числе. Проблемой является лишь необразованность населения. И нежелание образовывается. Я так хочу сказать, господа. Каждый, кто сюда пришел, это люди, которые, как я понимаю, хотят добиться в этой жизни чего-то. Оставить свой след, прокормить семью или что-то еще. Именно для этого вам необходимо изучать экономическую теорию. Она даст вам, ну, наверное, какие-то плюсы в достижении своей цели. Не обязательно знать экономическую теорию для того, чтобы достичь успехов. Необходимо понимать, как устроен этот мир. Обращать внимание на мелочи, которые для вас кажутся обычными. Замечать то, чего не хватает гражданам и делать на этом акцент. Поэтому, если вам приходят с предложением внести куда-то средства, очень непонятно объясняют, и вы не понимаете, в чем суть того, во что вас просят вложить деньги, лучше не вкладывать эти деньги, а ставить их для себя на инвестицию, которую вы поймете, сможете понять все риски, и взвесить их, и, соответственно, быть уверенным в своем решении. А можно еще вопрос? Да, конечно. А вот, миссис Галянович, сейчас вот у нас активно в стране развиваются нефтедобыча эти, как они называются, высасывающие нефть. Вот, и, значит, уже я слышал от людей, что уже в наш штат потихоньку приходят, ищут и выкупают земли. Вот вы скажите мне, вот, как человеку, условно, если мне повезло, и на моей земле нашли нефть, мне что в этой ситуации делать? Лучше продать или как-то, вот, что вы посоветуете? В таких случаях необходимо взвесить за и против, как я уже говорил. Но я бы на вашем месте арендовал государству свою недвижимость. Это, то есть, я буду получать деньги какие-то, пока не нефть выкачут. Да. А когда закончат, вы останетесь с землей с деньгами за нефть. Еще вопросы? Да. Подскажите, мистер, а как насчет конкуренции? Если, например, мистер, который говорил не так давно о школе танцев, ее откроет, и я захочу тоже открыть школу танцев. Как выдержать эту конкуренцию? Идти тут началось. Не стоит ли она того? Знаете, я бы сказал так. Всегда выбирайте самый трудный путь, на нем вы не встретите конкурентов. Но, если вы все-таки, ваша душа лежит к танцам, как вы привели, или к чему-то еще где, много конкурентов, сердито послал на женщину. Это надо предложить покупателю то, чего нет у вашего конкурента. Например, если мистер Хиггерс откроет свою школу танцев, в нем будут принимать участие. Вот давайте приведем ситуацию. Мистер Хиггерс, вот вы открываете... Мистер Хиггерс? Что? Вас спрашивают. Мистер Хиггерс, если вы откроете школу танцев, что вы хотите в ней увидеть? Школу танцев? Ну, она же должна состоять, соответственно. Это должна быть недвижимость, какая-то программа, ведение уроков и так далее. Да, я хочу видеть... Хочу видеть недвижимость, программу... Недвижимость. Вот смотрите, это хороший пример. Мистер Хиггерс хочет какую-то абстрактную цель, которую он не знает, как достичь. Вы, мисс... Представьтесь, пожалуйста. Подойдите поближе, мне очень плохо слышно оттуда, честно скажу. Давайте тогда так. Вот вы услышали то, что хотел мистер Хиггерс. Да. Вы скажите, что вы бы хотели видеть в своей школе танцев? Наверное, несколько залов, разные виды танцев, учителей, разных, которые умеют умеют научить и показать... То есть уникальные программы? Да, именно это. Чтобы открыть школу танцев, нужно самому уметь танцевать, нужно чувствовать, что такое танец. А я умею. Ну, смотрите, господа, которые присутствуют на лекции, также могли услышать, так скажем, примерный план развития школы танцев. Я думаю, что мы можем узнать голосом, чей план более успешен. Господа, я прошу поднять руки тех, кто бы записался сам или записал своих детей в школу танцев мистера Хиггерса? Два человека. Кто бы записал... Как еще раз у вас мисс... Эстер. Мисс Эстер. Кто бы записал своего ребенка или сам записался в школу танцев мисс Эстер? А какие условия, простите? Давайте так, мистер Хиггерс и мисс Эстер. Выйдите сюда вперед и попробуйте прорекламировать свою школу. Мисс Эстер, начните первым. Подойдите сюда, поближе к мисс Эстер, мистер Хиггерс. Развернитесь к людям. Давайте, раз в прошлый раз начинал мистер Хиггерс, сейчас начнет мисс Эстер. Прорекламируйте свою школу, заставьте людей прийти в нее. Ну что же, наша школа предлагает несколько разных залов, очень удобных, больших, с прекрасным полом, на котором очень удобно танцевать и практически не снашиваются обувь. Также у нас будут хорошие учителя, которые много лет танцевали в разных заведениях и владеют разными видами танцев. Это все? Да, думаю, все. Давайте, мысли. Так, прежде чем я начну, я хочу вам сказать, что школа танцев это прежде всего не бизнес, это стиль и образ жизни. Танец это в первую очередь ваши эмоции, ваша душа и в него нужно вкладывать всю свою душу, все свои эмоции. из танца. Понимаете, в танце раскрывается твое настоящее я. Человек, который не обладает, раз, два, три, четыре, который не обладает искусством танца, не может построить грамотный бизнес. Я танцую всю свою жизнь. Я посвятил этому годы тренировок. Поэтому только в моей школе танцев ваши дети и вы сами сможете обучиться этому искусству. настоящий самурай из везде войны. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. В школе танцев вы научились любить жизнь, уметь двигаться. Это движение не только танцевальное, но и движение по жизни. Двигаться вперед, никуда не сдаваться, проходить все трудности твое имя любви. Дальше себя уже купил. Это любовь. Первую почту. Вот вы, женщина в красном, ведьма наоборот, поднимайтесь, почувствуйте свое тело, почувствуйте ритм. Что почувствуешь? Приставайте к девушке, мистер Хиггерс. Вам сколько лет вообще? Давайте так, господа. Я думаю, каждый уже озвучил свою программу. Сделаем так. Все, кто здесь присутствовал, в конце получат от кооперативного банка Blackwater по два доллара. Но я прошу каждого из вас проголосовать центом за человека, который вам больше понравился. Мистер Хиггерс, мисс Эстер. Возьмите шляпы, попробуйте собрать денег. Сколько люди бы отдали, чем больше людей, соответственно, положат центов, тот и победит. Да, погодите. Вообще, хреново понятно, у кого какие условия, какие стили танцев. Просто выбирай все. Ну, в этом случае. Да. Вы получили рекламу, и чья вам больше понравилась, заплатите центов. Да, да, он все на нас смотрел. Больше из руки, а то мы сейчас долго будем так собирать. Можно и так. Сделаем проще. А за цент научат какому-то движению? Мистер Хиггерс, ваш цент. Спасибо. У меня нет цента, но я доллар дам, мистер Хиггерс. Чуть-то ситуация, когда не столь была хороша реклама мистера Хиггерса, сколько была, простите, мисс, неудачна ваша реклама. Держите. Я слышу за комплимент. Прошу прощения. Спасибо, спасибо. Я скорее оценю со точки зрения, здравого, 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 тут же не подходит. и мышление. Если рассматривать предложения мисс Эстер, то оно практично и удобно, но артистизм, с которым подходил мистер Хиггерс, это что-то необычное. Поэтому невозможность решить дает мне возможность оценить обоих. Так, все проголосовали? Нет, я еще. Сержант Хиггерс, вы покорили мое сердце своим танцем, потому что когда я был еще молод, я так мог сейчас мне это завидовать. Вспомните, как мы с вами танцевали на вашей свадьбе. Да, никогда этого не забуду. Вот, вот, Хотя, 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 так, и, соответственно, мисс Эстер, сколько вы собрали? Ой, хороший вопрос. Я тоже хороший вопрос здесь. Я... Центры перемешались. Понятно. Ну, я думаю, что все видели, что больше людей к мистеру Хиггерсу подошло. Кажется, это был хороший пример, как выманить человека цент. Да. Можете, мистер Хиггерс, возьмите сумму и разделите между собой. Это по праву вашему. Забирайте, забирайте нам. Забирайте. Хороший экономический пример, мистер Гальяно. Да. Видите, сейчас был так же важный урок. Главное, преподнести то, что вы хотите продавать. Услуги, это товар или что-то еще. Очень большую роль играет то, как вы его прорекламируете. Поэтому уделяйте этому очень чуткое и пристальное внимание. Теперь подвожу итоги. Для чего вся эта речь была? И лекции, и уроки, и так далее. Как человек, который всю свою жизнь занимается экономической теорией и практикой, хочу вам сообщить о том, что экономическое состояние города на данный момент весьма плачевно. Я могу заявить о том, что у города будущего просто нет, если мы дальше продолжим так развиваться. В скором времени пройдут выборы президента Соединенных Штатов Америки и губернатора штата. Я бы хотел каждого из вас призвать думать головой и выбирать правильно. Ознакомьтесь с тем, что предлагает каждый из кандидатов. И не забывайте, что в политике реклама не самое важное. Самое важное то, что предлагается. Также я бы хотел объявить о своей кандидатуре на выдвижение на пост мэра в городах когда пройдут выборы. Соответственно, я надеюсь на вашу поддержку. И все мы встретимся и демократия вновь расцветет. Потому что в отличие от мэра, который сейчас вы меня все знаете и я всегда появляюсь в городе. Поэтому, как я и обещал, каждый получит определенную сумму из-за того, что пребывал на лекции. Я надеюсь, что эти деньги пойдут вам не на выпивку или что-то еще, а на первые свои инвестиции. в смысле не на выпивку. Я тоже не понял. В смысле? Поэтому, конечно, кто хочет получить средства, подойдите к нам. Кэмэрмен, я не понял. Это конкуренция получается, мистер Хохол? Какая-то, да, какая-то антиагитация получается. Мисс, проходите, проходите, вперед, проходите, я за вами. Здравствуйте. Держите. Спасибо. Отличная речь, отличная речь. Спасибо. Да, теперь мы знаем, за кого голосовать. Мистер Холл? Вы не хотите завтра с нами и с мисс Уотсон отправиться в Роудс? Снова, на корабле. Да, там она ищет своего отца, и там живет человек, которым, скорее всего, знал и знает, где он может быть. Поэтому мы хотим поехать туда, просить город, но вдвоем это будет сделать тяжело, поэтому мы собираем большинство людей, чтобы все как раз... Она оплачивает переезд туда-обратно. Поедем туда, просим людей и потом вернемся. Идея хороша, но у меня был такой вопрос. Ты штат... Как его? Который северный, я забыл. Амбарина, вот. Да. Хорошо знаешь. Это там, где Анасбург же? Это тот, который с севера отсюда, по-моему. Стробери и мне подождите... Выше Стробери, там, где есть горе, там, где снега. Ох, ё-моё. Ну... Я знаю. А ты знаешь, хорошо. А, я понял, о чём вы. Ну, я вот тогда вам составлю компанию, если что. В поисках. Я попробую узнать побольше по поводу этого человека. И если что-то узнаю, я вам полагаю, троим Людсуус сообщу. Да, хорошо. Я думаю, потом скажут мистер Хоу. Сэр, а вы не хотите завтра в Роудс поехать? А что там делать? Мы ищем одного человека, если видели, мисс Водсон, вон она стоит с мистером Галяном разговаривает. Там... Вречанка? Да. Или Роудс? Там в Роудсе живёт человек, который может знать, где находится её отец. Мы хотим поехать большой толпой, чтобы быстренько просить всех в городе и это всё завершить. Ну, то есть вернуться обратно. Транспорт мистер Прайс нас довезёт на лодке, туда и обратно. На лодке? Да. Ну, ладно. Можно и на лодке. Тогда завтра... Завтра это будет, поэтому если что, будете в городе, мы найдём всех. Ладно. Ага. И возьмите свою знакомую, которая с вами сидела. Тоже. Молли-то. Ага. Ну, я спрошу. Хорошо, спасибо, сэр. Спасибо. Чё, пацан захочешь? Ну, да. Ну, слушай, мне кажется, тут по сути нужно просто расспросить людей и туда и обратно довезут. Вообще, красота. По воде поплывём. Ещё не заплатят. Нет, вряд ли заплатят. Ну, не знаю, надо уточнять. Мне кажется, не заплатят. Она платит переезд туда-обратно спрайсу. Ну, ладно. Поэтому, да, ну, в общем, вот так. Видимо, в этом была сульфлекция в том, чтобы развесилить людей. Я надеюсь, потому что в последнее время все несколько напряжены. Мистер Келли, а вы не хотите баллотироваться в мэры Блэкватера? Надо. Ну, вас все знают здесь. Вы тоже сделали состояние себе. Имя? Да, вот, я частенько в разъездах на почту, поэтому не знаю даже. Ну, я мэра за последние два месяца не видел вообще. Вот, я тоже, да. А вас чаще вижу? Вот, да, конечно. Ага. Ну, подумаю. Подумайте, подумайте. Ага. Хорошего дня. Вот. Дэви.